В прямом эфире программа «Добрые ранницы Беларусь» и знаете что, друзья, моя соведущая, очаровательная Ольга Рыжикова, хочет успеть до 30 практически все. Сегодня она рекомендует вам успеть до 30 получить водительское удостоверение. С чем это связано, давайте узнаем прямо сейчас. Доброе утро, говорю вам снова. И да, действительно, я сегодня хочу поговорить с вами о водительском удостоверении. Я получила его в 20 лет. И вы знаете, это мне кажется очень помогло во многих делах. Я во многие места успела и много где побывала благодаря тому, что у меня есть права. И вот вы знаете, кто-то говорит, сегодня я в первую очередь хочу обратиться к девушкам до 30, тем, кто еще не получил водительское удостоверение. Если не получили срочно в автошколу. Мужчины, если вы до 30 лет не получили водительское удостоверение, вот и не надо, вот и не стоит. Если до этого момента вы не ощутили, что вот эта изначально, в принципе, мужская тема вас не касается, если вам не захотелось идти за руль, нажать на педальку, в конце концов подвезти своего любимого человека куда-нибудь, чтобы она не мерзла на остановке, ну вот и не стоит. Пускай ее кто-нибудь другой подвезет домой. Поэтому снова возвращаюсь к девушкам. И хочу сегодня немножко развеять мифы о женщине за рулем. Говорят, женщина за рулем – это страшно. Но вот вы себе не представляете, как страшно женщине за рулем. Кто-то шутит о том, что женщина за рулем – это как звезда в небе. Ты ее видишь, а она тебя нет. Но, друзья, все это мифы и даже, в общем-то, всю эту ерунду о том, что мы только красим ресницы, губы, поправляем макияж, используем зеркало заднего вида только лишь для этого, путаем педаль тормоза и газа, я это все даже отказываюсь комментировать. Мне кажется, что вот эти все статьи пишут мужчины, когда это читаешь первый раз, это смешно. Десятый раз – не очень смешно, но она, собственно, это просто уже не вызывает никаких эмоций. Поэтому снова возвращаюсь к водительскому удостоверению до 30 лет. Я тут вот набросала для себя, почему вот вы думаете, женщине нужны права. Если вы думаете, что нам нужны права, девушки, да, для того, чтобы выезжать куда-нибудь в магазин или на пленэр, конечно же, нет. Можно спокойно передвигаться и в метро, и на такси. И женщины на сегодняшний день, кроме быта, дома, семьи, уюта, работы, она решает еще такое количество задач, что, вы знаете, мне кажется, обязательно, ну, права – это обязательное условие для некой внутренней свободы, для мобильности передвижения, для возможности работать в городе и за городом. В конце концов, в обеденный перерыв успел сделать маникюр, посетить косметолога или отвезти ребенка в какую-то секцию. Ну, и это еще не все. Вы знаете, хватит стоять на остановках и ждать в море погоды, тем более, что море Минское. Я вам так скажу, только мужчины, наверное, могут смеяться над женщиной за рулем, сидя в трамвае, которым сейчас управляет женщина. Поэтому, девушки, не откладывайте на потом, идите в автошколу, получайте права, потому что жизнь за рулем тоже очень интересная. Включайте любимую композицию, потягивая капучино, приезжайте в красивое место. Будьте здоровы. Ну, и в следующий раз расскажу что-то интересное. Спасибо за внимание. Да, ведь можно одновременно на эстафоре и губы красить, и ресницы, и прическу делать. Вот это то, о чем я говорила. Это неправда. Я это лично наблюдал неоднократно, слава богу, не моя супруга, а в соседних, в соседние машины. Но, кстати, кое с чем, Ольга, с тобой не согласен, мужчины получают права и после 30, и даже после 40, и даже после 50, как это сделал мой папа, который всю жизнь был байкером, мотолюбителем. Но потом он решил, что его жена, то есть моя мама, должна ездить в уюте в зимнее время. И правильно я хочу добавить. Я очень четко разделяю момент получения водительского удостоверения, покупки автомобиля. Покупка автомобиля – дело очень затратное, нелегкое. Но мне кажется, что наличие водительского удостоверения может послужить наилучшим мотиватором для того, чтобы вскоре у вас появился железный бонус. Ольга, все, что вы хотели, вы высказали в своем блоге. А я предлагаю успеть до 30 всем нашим телезрителям завести питомцев. Давайте же это сделаем прямо сейчас.